Всем привет, друзья! Я первый раз в жизни сходил, сдал анализ крови на гормоны. Вы не поверите. Первый раз, потому что я очень сильно боюсь иголок. И вот если мне без надобности, я не пойду сдавать, потому что это очень больно. Вы не поверите, блин. Я все время сдаю, и у меня какие-то просто проблемы, видали? Вот такие подтеки уже три дня, блин. Синяк, короче. Не ходите в Синлаб, кто в Эстонии живет. Синлаб охренеть. В Нарве особенно мне постоянно берут очень плохо. И это очень больно. И поэтому у меня просто фобия этих иголок. А тут еще, когда на гормоны сдаешь, нужно и свои деньги платить. За то, что тебе больно, еще и деньги платить. Обосраться. Итак, в этом видео наш общий друг с Виктором Симкиным, Дмитрий Савастьянов, разберет мои анализы. Почему? Потому что Диман – квалифицированный тренер, он шарит в медицине, в анализах, и я ему доверяю. Я сам еще не смотрел ролик, который он записал. Начинаем смотреть вместе с вами. Всем качатам Арчи Морриса. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, и я являюсь консультантом Арчи по вопросам здоровья. Когда ему нужно разобрать анализы, либо он чем-то заблевает, он обращается ко мне. Я помогаю ему назначать терапию, разберу анализы, объясняю, что происходит с его здоровьем. И, в общем, так вот мы с ним уже достаточно давно работаем. Вот он в начале ролика попросил меня сделать небольшую самопрезентацию, чтобы вы понимали, кто я. Я более известен в интернете как Папа Фэт. Это не из-за моего возраста, это просто из-за моего заботливого отношения к тем, с кем я работаю. Я многократно тренер чемпионов, помогаю спортсменам готовиться к соревнованиям, также помогаю обычным ребятам просто добиваться каких-то целей, при этом сохранять здоровье. У меня медицинское образование, по специальности я фармацест, поэтому знаю, как протекают основные процессы в организме и знаю, как медикаментозно нивелировать те или иные побочные действия от препаратов, знаю, как поддержать здоровье. В общем, немного разбираюсь в этом. Так что, сам презентацию закончили, давайте перейдем к анализам Арчи Морриса и гормональной системе. Для начала небольшое теоретическое отступление, чтобы понимание было, как работает гормональная система наша, потому что очень часто ребята обращаются, сдают тестостерон только, скидывают его и задают вопросы, типа, Димон, вот, посмотри тестостерон, есть ли у меня потенциал к бодибилдингу. Ну, вот эта глупость полная, только по тестостерону выяснить ничего невозможно, обязательно нужно задавать всю гормональную систему. У нас есть два основных механизма выработки тестостерона. Первый, это за счет дуги ликонизирующей, флюконизирующей, второй, это напочниками. Это основной механизм, поэтому будем опираться на него для разбора анализов Арчи. Ну, и в целом поговорим об этом. Значит, первое, что мы посмотрели, как сам раз, это как у нас работают дуги ликонизирующие, флюконизирующие. Как мы видим, ФСГ у Арчи низковатый. При таком ФСГ обязательно назначается спермограмма, чтобы посмотреть количество активных сперматозоидов. Потому что ФСГ отличает у нас, как сам раз, за формирование сперматозоидов. Вот. Ликонизирующий у нее достаточно высокий, именно поэтому у нее и тестостерон высокий. Вот. Но при таком высоком тестостроне у него достаточно высокий ГСПГ. Что такое ГСПГ? ГСПГ это глобулино-связочные половые гормоны. За что это отвечает? Это такой вид белка, который связывается с молекулой тестострона, как сам раз, и она становится неактивной. То есть, чем выше ГСПГ, тем меньше у нас активного тестостерона. Что такое активный тестостерон? Активный тестостерон, который участвует во всех основных гормональных процессах. То есть, чтобы у нас активная функция была хорошая, чтобы у нас были спортивные результаты, психосоматические, в виде агрессивности, в виде более уверенности в себе. Все это, как сам раз, за это все отвечает активный тестостерон. Почему у Арчи Морриса такой высокий ГСПГ? У него в последнее время были проблемы с пищевательной системой, как сам раз. И в идеале при таком ГСПГ обязательно дознается биохимия, чтобы посмотреть, как работают поджелудочные, почки, печень. Потому что это влияет на работу ГСПГ, на вырук ГСПГ. Также на вырук ГСПГ влияет стрессовость. В последнее время, опять же таки, из-за проблем со здоровьем, Арчи Моррис очень восприимче к этому. Он принимает все близко к сердцу, очень переживает из-за этого. Поэтому это, возможно, тоже спровоцировало повышение ГСПГ. Далее мы смотрим за женскими гормонами. Эстрадиол. Да, в мужском организме обязательно присутствует для баланса. Баланс тестостерона – это эстрадиол. Он гораздо меньше, чем у женщин вырабатывается, но вырабатывается. И многие, когда видят эстрадиол в средних референдах, они начинают думать о том, чтобы его погасить. Есть препараты, они называются ингибиторы ароматаза. Это те препараты, которые понижают у нас, как самая эстрадиольная активность. Нужно ли это делать? Ни в коем случае. В мужском организме все должно быть, как в любом организме, все должно быть забалансировано. И повышение этого эстрадиола надо просто смотреть, из-за чего оно произошло. Возможно, есть, например, ожирение. То есть, у людей, у которых излишняя жировая прослойка, зачастую эстрадиол высокий. Следовательно, для того, чтобы понизить его, просто надо похудеть. У Арчи Морриса, как мы знаем, у него минимальная жировая прослойка, поэтому, как в самый раз, у него и эстрадиольная активность минимальная. Это абсолютно нормально и абсолютно объяснимо. Пролактин. Когда я увидел Арчи Пролактин, он сразу написал, что Пролактин в космосе, что делать? Ничего не делать, ребят. И Пролактин в космосе, это когда значение выше референдов в разы. То есть, когда небольшое завышение, абсолютно нормальная практика в эндокринологии, это никак не оккупируется. Не надо принимать сразу препараты, которые оккупируют Пролактин. Такие тоже есть. Это Кабергалин, Бергалактин, прочие аналоги. Ни в коем случае не надо это оккупировать. В идеале, когда мы видим высокий Пролактин, мы доздаем макропролактин анализ. К сожалению, у Арчи ни одна лаборатория, невозможно сдать макропролактин. В России это сделать элементарно, большинство лабораторий это можно сдать. Это одна из частей Пролактина, которая, как в самый раз, и надо смотреть, по идее, при повышенном. То есть, почему так происходит? И это уже анализируем каким-либо образом. Почему Пролактин повышен у Арчи? Да очень просто. Опять же, из-за стрессовости. То есть, в утреннее время вообще концентрация Пролактина максимальная. Плюс к этому он еще настрессовал. Плохо поспал перед сдачей анализов, потому что переживает за свое здоровье. Вот Пролактин чуть повысился. Это абсолютно не критично. Не надо на этом сильно застрять внимание и паниковать из-за того, что Пролактин высокий. Вот. Также мы сдали обязательно ТТГ. Это показания щитовидной железы. У него с этим тоже все в порядке. Так. Пам-пам-пам. В принципе, да, все, мы разобрали его основные анализы. Теперь давайте в целом поговорим про тестостерон. Нужно ли его повышать? И чем это щеревато? Значит, смотрите, друзья мои, когда мы повышаем тестостерон искусственными препаратами, будь то, например, повышение за счет стимуляции литенизирующей такими препаратами, как кламид, гонотропин, мы повышаем литенизирующий, да, мы повышаем тестостерон. Но чем это щеревато? После отмена препарата литенизирующий падает, и в связи с этим падает у нас тестостерон. Также, когда мы вводим, например, у себя анаболические стероиды, дуга ЛГФСГ перестает вырабатывать тестостерон. Когда мы колем, у нас высокий тестостерон, мы прекращаем колоть, у нас дуга сразу падает в нули, и тестостерон также падает в нули. И на восстановление этого тестостерона уходит достаточно большое количество времени. Опять же, надо применять различные препараты для стимуляции литенизирующего, ждать достаточно долгое время для выработки. И это все чревато. Значит, когда ребята сдают тестостерон, да, они все ожидают увидеть максимальное значение и увидеть в себе юного Арнольда Шварценеггера. Но вы должны понимать, что у кого-то есть предпосылки к этому, да, у кого-то нет. И нужно ли мучить свой организм, как-то пытаясь повысить тестостерон? Ребята, вы должны отдавать себе отчет о вреде влезания в гормональную систему. У нас есть такое понятие, как гормональный гомеостаз. Это когда организм все балансирует в рамках гормональной системы. И вот когда мы влезаем в тот или иной процесс, гормональный гомеостаз, он также работает. То есть, условно говоря, искусственно повышает тестостерон, у нас повышается эстрадиольная активность. А это чревато развитием гинекомастии. Поэтому влезать в гормоны я бы не советовал. Единственное, что я вам советую, это повышение тестостерона за счет естественных процессов. То есть, что это значит? Это улучшение жизнедеятельности. То есть, похудеть, чтобы не было излишней жировой прослойки. Это активность. Это здравые физические нагрузки. Без фанатизма и без перегрузки, как в самый раз, нервной системы. За счет повышения, опять же, будет у вас паралактивность, если вы будете перетренированы. То есть, здравый подбор тренировок, хорошее питание. Потому что при плохом питании, допустим, вы много съедаете крылышек KFC, жареные картошки и прочего. У вас нарушается липидограмма. То есть, ваш холестерин. И тем самым нарушается работа сосудистой системы. То есть, изменяется реология крови. И тем самым эти факторы влекутся собой изменения, как в самом раз, падения тестострона. Поэтому, первично, я всем рекомендую, у кого, например, наблюдается дефицит тестострона, это не применение каких-либо препаратов. Хотя, казалось, да, фармацевт, и он первично должен говорить о применении каких-либо препаратов. Нет. Я первично говорю, что нужно изменить свои привычки. Опять же таки, стрессовость. Убрать стрессовость, максимально спокойная жизнедеятельность. Не надо переживать излишний раз. Это все тоже провоцирует падение тестострона. Поэтому, друзья мои, относитесь к своему здоровью, к своему организму, к целостной системе, к часы. Каждая шестеренка должна идеально работать. Тогда и тестострон у вас будет высокий, и самочувствие будет хорошее. А от того, что вы будете применять какие-либо препараты, которые стимулируют тестострон, в дальнейшем от этого будут последствия. Поэтому будьте к этому очень аккуратны и внимательны. Вот. Также, по поводу тестострона. Ребят, ну вот вы, многие хотят, конечно, выглядеть круто, большим, но не у всех есть такая предрасположенность. Возможно, вы в чем-то другом можете себя реализовать. Вы нужны умные, играйте в шахматы, я не знаю, или бегайте быстро. Это, да, там, выносливый очень. Обратитесь вот к этой направленности. Ну, оставьте буддебилны к тем, у кого есть к этому предрасположенность. А не надо мучить попу, когда не хочется в туалет. Вот. Я думаю, что базисно я объяснил, про анализы Арч Морриса объяснил. В дальнейшем мы, если будет такая возможность, он сдаст биохимию. Если вам будет интересно, мы разберем и биохимию. Вот. Вообще, если интересен данный формат роликов, иногда у Арча появлялся, что-то я. Пишите в комментариях. Вот. Если, конечно, неинтересно, тоже напишите, что борода, ты уходи. Нам неинтересно слушать твои бредятни. Вот. Также, кому интересно, можете переходить в мой Инстаграм. Там я разбираю множество разных тем. Будь то иммунитет, щитовидная железа, как повысить тестостерон, гормонозаместительная терапия и прочее, прочее, прочее. Все это есть в моем Инстаграме. Ну, а я вам, качатамая, желаю, конечно же, здоровья, здравого подхода к тренировочному процессу, заботиться о своем организме, сдавать анализы. Если какие-то есть проблемы, не занимайтесь самолечением. Это огромная проблема людей, которые сдают анализы, смотрят анализ референдов по Яндексу и начинают назначать сами себе лечение. Как вы видите, какие-то повышения выше референдов зачастую не критичны и не нужно с этим ничего делать. Это нормально для организма. То есть, он так балансирует все свои процессы. Поэтому не занимайтесь самолечением. Если у вас есть какие-то проблемы с гормонами, обращайтесь к специалисту эндокринологу. Он вам поможет подобрать нужную терапию и поможет вам избежать проблем со здоровьем. Всем я вам желаю хорошего дня, ну и, конечно же, добра и любви. Да, друзья, что я хотел сказать. Я недавно в больничку попал в приемный покой, короче, с желудком. Думал, что у меня язва типа открылась, потому что там говно было черное, я испугался, как да. Вот, поехал в больничку, сдал анализ крови. Вот, мне кажется, Димон и говорил про биохимический анализ крови. У меня взяли все, у меня 5 колб взяли. Поэтому у меня анализы крови, ну, вот этот биохимический, он полностью есть. Но проблема в том, что там все на эстонском. И я вообще, а тем более Димон вообще ничего не поймет. И я не знаю, как бы, что с этим делать. Ну, там все на эстонском, вообще непонятно. Причем сокращенные вот эти названия анализов. Короче, ну, если вам будет интересно на общий мой анализ посмотреть, мы как-то разберемся, в интернете найдем обозначение и так далее. Вот. То, что он говорил про стрессы, да, это у меня постоянно, как что-то заболевает. Я стрессую жестко, у меня масса сливается. Ну, короче, полная жопа настает. И, видимо, на фоне этих стрессов у меня пролактин зашкаливает. Ну, за референты, да. И также, что там еще было, ГСПГ. И, конечно, на фоне вот этих зашкаливаний у меня, типа, такое подавленное настроение. Делать ничего не хочется, когда стрессуешь. И вот. А стресс, он, если долгий, он еще и накапливается. Это может продолжительное время быть, даже когда вы уже перестали стрессовать. Поэтому вот так вот. Мне кажется, очень интересный видос был. Димон, спасибо большое за то, что разобрал. Я даже ничего комментировать во время видоса не стал, потому что все очень кратко и ясно. И мне было интересно слушать. Я слушал с вами в первый раз это видео. Специально, чтобы, ну, для интереса, для собственного. Обязательно подписывайтесь на Диму в Инстаграме, потому что он реально умный. У него есть квалификация, да, и фармацевта, и очень хорошо разбирается вообще в бодибилдинге. Тренер чемпионов. Не зря же он тренирует Симкина. Поэтому подписывайтесь на Димана, следите. Если хотите еще какой-то видос от него, да, на моем канале, то напишите какой. Может быть, вам интересно будет, чтобы он что-то разобрал не по моим анализам, а может еще что-то в целом. А так, спасибо огромное за внимание. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, и мы увидимся с вами в следующем выпуске. Пока!